здравствуйте дорогие мои друзья и гости моего канала меня зовут алла и вы на моем канале о рукоделии сегодня хочу вам рассказать про пряжу вот которая в таких бобинах продается называется это пряжа не трон вот можете зайти википедию почитать состав этой пряжи ну что хочу сказать что вот у меня осталось вот такие две бобины еще конечно есть покупала я эту пряжу на кавказе вот пряжа очень прочная связала я из нее пледу как вы видите большой я потом сделаю вам фотографию плед большой на полуторную кровать вязала я его крючком видите вот такой вот рисунок хочу сказать что получается он теплее чем из шерсти вот прочная нитка очень такая знаете прочная разорвать ее трудно вот у меня остались вот такие вот цвета ну на камере показывает синего ты такой на самом деле он зеленый не могу я никак по-другому не показывает камера вот хочу сказать что из этой пряжи я также вижу коврики сидушки разные и овальные и ванную на пол коврики очень прочные получаются самое главное что для интерьерных вещей для пледов для ковриков это пряжа незаменима она конечно вот видите такие расцветки но дальше я надеюсь что там на фото получится это горчичный цвет но показывает весь такой сероватым вот наверное больше так горчичный а зеленых сама не хочет показывать многие люди не вяжут из такой пряжи потому что считают что это пряжа дешевая а если дешевая значит плохая но я хочу вам сказать что несмотря на то что это пряжа дешевая она намного теплее чем шерсть это синтетическая пряжа больше если вы хотите узнать про пряжу не трон откройте википедию и почитайте там все написано ну вот для себя могу сказать что стирается в машинке очень просто сушиться тоже просто и самое главное что очень долго вам прослужат эти вещи из этой пряжи вот потому что вот плед я связала дочки плед стирается в машинке плед очень теплый ничего с ним не происходит так что друзья мои вот познакомила вас с ниточкой не трон я не знаю где сейчас можно ее купить но я думаю что если вы зайдете в поисковик и забьете такую пряжу то вам выйдут сайты на которых она продается но пряжа мне понравилось для интерьерных для пофигов для таких знаете подушки игрушки которые вяжем большие и не хочется чтобы подольше прослужили вот тоже можно эту пряжу использовать конечно одежду я не рекомендую вам вязать потому что все таки знаете полотно получается грубое а вот для интерьерных вещей это самая подходящая пряжа так что вот друзья желаю вам познакомиться с этой пряжей связать себе уютные изделия которые будут вас согревать теплом желаю вам всем крепкого здоровья всего самого наилучшего дорогие друзья до новых встреч до свидания с вами была алла а а а Продолжение следует...